Вот сегодня привезли в мастерскую котелки Турами настенной, попросили промыть, потому что нет горячей воды. Ну, кроме того, сразу хочется обратить внимание на конструктив, кто приверженцы марки Турами, кто хочет покупать его, чтобы были готовы к тому, что, убрав крышку котла, вы увидите примерно вот такое. Ну, кроме провод питания, единственное, что такие много-много разных проводочков, которые хаотично находятся внутри. Вот здесь вся проблема в том, что вторичный теплообменник расположен вот в этом расширительном баке. Ну, такой конструктив. Как он будет промываться, никто не знает, потому что его и промыть тяжело технически, и демонтировать, монтировать его не очень удобно. В общем, покупая такой котел, подумайте прежде всего, а что делать-то будет, и когда он забьется. Не каждый возьмется на промывку такого аппарата. Ну, я надеюсь, у нас получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!